живые слушаете вы свое радио надеюсь в обычном привычном для себя режиме ждете чего-нибудь интересненького мы это интересненькое вам с удовольствием представляем как водится традиционно это традиция сложившаяся сначала песня некотором смысле музыкальная заявка давайте так вы должны понять что эти два часа сегодня в студии будет происходить ну а затем уже начнем разговоры разговаривать и так как всегда как обычно живой звук в программе живые погнали и Субтитры сделал DimaTorzok 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 микрофон эфирный. Это практически лидер, потому как он может в любой момент дать мне знать, и я включу ему микрофон для того, чтобы он смог поговорить. Сергей Рагулин. Здравствуйте. Добрый вечер. Есть еще один человек, которого необходимо представить. Сделаем это прямо в самом начале. Опять-таки нарушает традицию. Это звукорежиссер коллектива Шишкин Павел. Павел, добрый вечер. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер, друзья. Сказал бы я от себя. Ну, вот это и есть команда Absent Sunday. Сегодня у нас томный я полагаю, тихий, спокойный вечер. Вечер погружения. Вечер исключений. Ну-ка, Наплев мажет головой в обратную сторону. Я понимаю, потому как он... Он у нас странный. Да, я заметил. Я заметил. Итак, еще раз. Absent Sunday. Запоминайте, пожалуйста, это название. Коллектив удивительный, интересный. В программ «Живые» мы оба кого не зовем, сами понимаете. Зачастую, когда я произношу такие вещи, потом где-нибудь на архивном нашем канале, в YouTube, люди пишут, ну, что это за человек, что у него за... Как там... Чувство собственной важности. О, СЧВ там, да? Так мы реально не зовем случайные коллективы сюда, при том, что отбирать приходится из тысяч людей, поэтому выбираем самое интересное. Ну, если кому-то это не нравится, это не значит, что я такой важный. Это значит, что нам понравился коллектив всего лишь. Коллектив интересный. Коллектив, который образовался, как я понимаю, не так давно. Всего каких-то почти шесть лет назад. Шесть лет назад. Ну, это не срок. Это не срок. По меркам вселенной, да? Прежде, да. Прежде чем я назову наши координаты, я все-таки не могу, не могу пройти мимо. Я прочитаю пресс-релиз. Кусочек из него. Полагаю, что... Вот, Манагатна сама писала этот текст. Нет, что вы, только музыкальный критик. Однажды чокнутая бабушка любезно подсунула нам книгу австрийского психоаналитика Карла Густава Юнга «Психологические типы». Мы настолько вдохновились этим произведением, что решили написать альбом, который вобрал бы в себя его идеи, пропущенные через сито личного опыта Озмоногатовной, и мясорубку музыкальной анархии Эпсенцандой. Чтобы вышло все вкуснее, мы заправили его брызгами шампанского, посыпали бьющимся стеклом и добавили прочих психоделических звуков по вкусу. Из всего этого родился он, концептуальный трехчетвертной, или три четверти частный. Вот я не очень понимаю, как это прочитать. Мы сами не понимаем. Понятно, как прочел, так и прочел. Альбом, первые две части которого посвящены экстравертной и интровертной установкам, а третье — извращенному видению группы Эпсенцанды чужих песен, таких, например, коллективов, как Металлика, Туриамос, Меллоу Кендл, подошел Коноплев. Вы, по-моему, уже весь пресс-релиз прочитали. Хотели кусочек. То есть ты хочешь сказать, что это все, что вы про себя написали? Это все, что мы про себя знаем. За шесть лет. Это немало. По-моему, вы тратите время. Зря. Потому что вы о себе могли бы написать гораздо больше уже. Что это? Всего-то ничего. Две строки, по сути. Ну, это они о себе. В любом случае, вы сами должны тогда уже понимать, насколько это соответствует. Я сейчас к аудитории обращаюсь. Действительность, насколько вы верите в то, что написано. Ну и, понятное дело, насколько вам нравится то, что происходит сегодня в эфире. Давайте так. Я сообщу, как с нами связываться. Это важно. Потому как у вас возникает. Наверняка. Я сейчас даю установку, коль мы это еще юнги заговорили. Для вас важно писать нам сообщение. Для вас это имеет значение. Прежде всего, потому что вы хотели бы передать музыкантам свои флюиды добра, естественно, радости, счастья. Свои вопросы задать. 46-47. Это короткий номер для смс. 46-47. Сначала пишите свои. Неважно, кирилльцей, латиницей. Затем делаете пробел. Это важно. Вот после слова свои надо сделать пробел. А потом уже пишите сообщение, иначе оно просто к нам не попадет. Для вас работают вайбер, ватсап своего радио. Все, что хотите, пишите, пожалуйста. Номер и вайбера, и ватсапа. Плюс 7-9-2-5-5-2-6-27-37. 9-2-5-5-2-6-27-37. Просто запоминается же, правда? По-моему, очень просто. Пишите, мы будем вычитывать и оттуда. Вот только я произнес слово вайбер, назвал его номер, пришло сообщение от Валентины. Коноплев мой рыцарь. Ему флюиды добра. Примите, пожалуйста, с точкой наплев флюиды добра от Валентины. Далее. Вы можете писать также в сообществе, официальном сообществе своего радио. Там давно уже ВКонтакте, то бишь, выложен анонс коллектива, я имею в виду, сегодняшнего эфира, и в тексте или в теле, как хотите, тексте название команды выделено синеньким. Это значит, активная ссылка, кликая на которую, вы в мгновение оказываетесь у них в сообществе. А вступая в сообщество, получаете всю нужную информацию об их передвижениях, концертах, новых песнях, альбомах, синглах первыми. Это всегда приятно. Работает за коллективом внимательно. Чат работает для вас на сайте своего радио, своего-радио.фм. Там над фотографией, удивительной фотографией в маленьком цилиндрике на голове, очень яркая фотография, клеточку-платьишко, цилиндрик на голове с цветочками и удивленный взгляд в зал. Озман Агатный. Так вот, там кнопочка чат, кликаете, вываливается столбец, пожалуйста, милости просим, пишите. Там же ссылки на видео. Видео из студии YouTube, видео из студии Hitbox. Рядом с картинкой обнаруживаете чаты, пишите. Все, что касается коннекта, я сказал, кое-что буду напоминать по уходу эфира, но, по сути, вы все теперь должны для себя усвоить. Как называлась первая песня, которая была исполнена сегодня? Уважаемая Озман Агатная. Разбуди меня. Никто не пытался этого сделать ранее? Сегодня вечером еще нет. Мы будем надеяться, что этот призыв будет услышан. А далее что вы споете? Мы сыграем сейчас первую песню с нашего альбома, про который вы слышали. Как он называется этот альбом? Юнка, ля-ля-ля. Экстравершен, травершен, перевершен. Очень простое название. Да, очень простое. Запоминаю чейся практически. Сейчас будет к нему первая песня, которая открывается шампанским. Как называется песня-то? Неважно. Она так и называется. Неважно. Удивительный коллектив сегодня здесь в программе «Живые». Как всегда, живой звук. Поехали, что ли? Поехали, что ли? Поехали, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 сногсшибательная группа ДФМА и группа The Mile, которые, собственно говоря, организовали этот фестиваль. Приходите 11 марта. Клуб Алиби. Очень рекомендую. Во сколько? В 8, я думаю. Нет, в 6. В 6. Там же много групп. То есть это будет такой мини-фестиваль. Да, очень классный. Он прогрессивной музыки. В самом широком смысле. Извини, я обидеть-то не хотел. Мы продолжаем навешивать ярлыки самые разные. Да, прости, пожалуйста. Народ пишет, и я поэтому не могу не прочитать. Вот, например, опять же, возвращаясь к Вайберу, Ватсапу, народ ждет пейджер. Нынче пейджеры не модные. А Вайбер, Ватсап очень современные технологии, мессенджеры, позволяющие связываться отовсюду с нами. СМС-ки далеко не из каждого региона приходят. Имею в виду даже региона Шарика, Земного. Мы смотрим на мир не как на страну, а как на шарик. Вот из России приходят, например, а из Украины, Беларуси нет. Поэтому для вас Вайбер, Ватсап А сего милого коллектива это без сарказма есть не англоязычные песни, спрашиваете. Видимо, людей цепляет. Вот эта тема, она очень многих цепляет. Да. Нету. Спасибо. И спасибо вам за это, кстати. Максим Шацкий. Свои флюиды добра отсутствующему воскресенью. Нет. Да. Отсутствующему воскресенью. Это мы, Эпсон Цанды. Отсутствующие. Ну да, ну да. Свои флюиды добра отсутствующего воскресенья. Передает товарищ Максим Шацкий. Сделайте фото музыкантов для комментариев, постов ВКонтакте. Хотим их видеть. Это должно быть супер. Нина Гарнет. А включите видео, трансляцию. На сайте есть ссылочка, и вы будете их видеть и лицезреть в течение двух часов. Более того, после эфира мы обязательно делаем фоточку, которой потом снабжаем архивы. Как аудио, так и видео. Не переживайте. Для того, чтобы их видеть, действительно очень просто. Зайдите на сайт своего радио. Там есть ссылочка к видео из студии YouTube или Hitbox. Выбирайте для себя удобное и наблюдайте. За этим надо смотреть. Правда. Возмунагад на особый человек. Особый человек. Но, по крайней мере, то, что видел я за эти две песни, я уже могу сделать для себя выводы. Особый человек. Она не просто поет, не просто вещает в микрофон. Она проживает это все. Какое образование, кстати? Начальное. Начальное чего? Начальное прогрессивное образование. То есть музыкальное образование? Школа жизни. Это школа капитанов. Там я научился вот купить стаканом. Дальше нецензурно. Коноплёв. Да. Будь добр. Я хотел серьезно поговорить. Нет, есть какое-то образование после школы? Музыкалка по фортепьянке есть, да. Но театрального нет образования? Нет. А вот по всем вот этим вот по всем телодвижениям и мимике я мог бы предположить, что есть. Значит, товарищ Муравьед так зовется. Нет, это не прогрессив фолк. Это то, что я буду слушать завтра в ночную смену. Идеальный саундтрек. Пожалуйста. Пожалуйста. Сергей пишет. Брызги шампанского прямо от учителя, от Фрейда до Юнга. Игриво, прекрасно. Игривая и умная музыка. Спасибо. Понимаешь, да? Это про нас. Да. Это вам комплимент. Это чтобы тебе сейчас было проще начать следующую песню петь. О, да. А что это будет за песня, скажи мне? Песня про то, как я теряю контроль. Что сейчас и произойдет здесь в студии, извините, если... Ты острая и тяжелая, это вот тебя уже унесли, неопредупреждаю. Да, поэтому... Еще могу закинуть стакан в кого-нибудь. Да, пей тогда, чтобы хотя бы вода не попала никуда. Как называется песня, прости? Контроль. Как всегда, живой звук в программе. Живой, и Epsom Sunday здесь сегодня. Поехали. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Epsom Sunday Сегодня здесь, в программе «Живые», на своем радио. Знаете, какая штука-то интересная? Мне всегда было любопытно поковыряться, извините за такое слово, оборот, в психотипах людей, которые занимаются подобной музыкой. Ничего против не имею, наоборот, мне нравится. Но как нужно смотреть на мир, какими глазами, и как нужно видеть окружающее пространство, чтобы настолько глубоко погружаясь в это самое пространство, оставаться чистым, светлым, но слегка поплевывать на все то, что вокруг. Причем поплевывать изящно, так что и не обидишься. Вот это умение сделать все настолько изящно, знаете, как... Не могу произнести словосочетание, которое было у нас в армии в свое время. Мы же интеллигентные люди. И если уж посылать кого-то прямым, по прямому назначению, ну, я попытаюсь это сделать вежливо. Вот когда говоришь человеку, идите вас на... Вроде как и на вы, и обижаться нет смысла. И в то же время это так конкретно и по адресу. Вот мне кажется, что по текстам, в том, что делает Озма Нагатановна, в данном случае она, как лидер коллектива, вот и есть тот самый вежливый, мягкий, изящный, но конкретный отсыл по нужному адресу. Это принципиальная позиция или все-таки это делать случай? Может быть, как характер такой, не знаю. Уж послали, так послали. Да-да-да, за елки-то. Ну да, вот поэтому Коноплев смеялся вначале, когда сказали, что у нас будет томный вечер и что там такое нежное. И все такое. У нас очень музыка разная, очень разная. Extremes, как бы сказала у нас. В большом количестве присутствует. И да, нам нравятся крайности. Мы радуемся от всей души и рыдаем, попадаем в безумие, потом обнимаемся, идем вместе писать песни. А кто пишет песни? Ты же пишешь тексты, правильно? Я пишу тексты, да, но ребята делают аранжировку и зачастую вообще трансформируют песню в такой степени, что я перестаю ее узнавать. Ну, текст пишешь ты. Да. И рыбку музыкальную тоже пишешь ты. Ну, такую, да, основочку. А потом ребята уже, вот особо Коноплев, Наваливают. Добивают и наваливают и делают из этого ту самую правильную и нужную аранжировку. Правильно? Да. Правильно. А вот эти тексты, ну, как бы правильно сказать, они приходят к тебе в каком состоянии? В неадекватном, безусловно. Хорошие тексты должны приходить в неадекватном состоянии. Я разъясню. Может быть, ты не очень правильно поняла. Вот есть люди, которые, ну, как бы правильно сказать, человек должен испытывать какой-то внутренний тремор, да? Влюбился. О, написал текст. Расстался. Тоска у него сплинт внутри. Написал текст. Или стихи, песню. Если он живет ровно, ничего в его жизни не происходит, никаких эмоций его не потрясает. Вроде как и творчества нет. Вот я хочу понять, что должно происходить с человеком, в каком он должен быть внутреннем состоянии, чтобы писать подобные тексты. Ну, безусловно, это должны быть какие-то сильные эмоции, которые меня должны сподвигнуть на подобную песню. С другой стороны, мне нравится здесь стата Джека Уайта. Он сказал, что мне нужно писать вот эти вот агрессивные мои тексты, и зачастую, действительно, моя жизнь, она не подбрасывает мне нужной степени накала. Ну, тогда я начинаю сам себя накручивать. Я беру самую мизерную вещь, которая меня бесит, и начинаю вокруг нее наворачивать свою агрессию. А бесит тебя многое? Ну, как бы, это же вопрос, как ты поставишь себя, и как ты видишь мир, и как... Под каким углом повернуть? Ну, так поэтому... Мы ступили на ногу, это уже может быть поводом для песни очень... В этой связи мне вспомнил такой старый еще советский анекдот, когда стоит мужичок, он такой, видно, что подпитый, синенький, и он это делает постоянно, стоит и орет на всю улицу, нервничает, психует матом, кричит. Ну, просто нельзя это передавать в эфир. Проходит мема более-менее интеллигентный человек, и говорит, товарищ, ну, что вы себя так ведете-то неприлично? Вы же на улице находитесь. Говорит, нет, дорогой мой, ну, ты посмотри, ну. Пивнушка стоит рядом, на ней табличка. Говорит, ну, не могли написать пива нет. Вот это пива нет, пива нет. Как видишь, как смотришь, вот как ты на жизнь смотришь, под каким углом, вот под таким, как этот талант? Да, пива нет. Понял. Пива нет. Аккуратнее с этой девушкой. Аккуратнее. Проявляйте себя вежливо. Иначе может случиться страшное. Что дальше? Следующая песенка называется экзорцизм. Это к вопросу о страшном. Страшно. Как вот все-таки интуиция меня никогда не подводила. Давайте послушаем, что же она имеет в виду под этим названием. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и «Eps and Sunday» здесь сегодня. Поехали. You've been alone for so many years with so many friends in the red bars. Letting them grow like a weed on the grass down the valley below. You've got to take somebody and tell us what you're saying. Tell us what you're saying to love. We'll have to reach the top of the books I guess they are helping a lot but because of the tentacles your lips I'd reach. Now, I see the demons are fearing you seeming a fiends and your demons are again, 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 and again let them grow like a weed on the grass down the valley below. We've got to take somebody and somebody's got to take somebody and somebody's got to take us home down the valley below. Don't point to the sun and I'm all in what I got not need to shop not fit to fall and to seize no fire with habits to the face room away out of the skies I want to see your eyes Exile, Caesar 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 сложно же так прямая как рельсовый извини конечно такое сравнение до а люди не любят когда им правду говорят некоторые действительно не любят я за я от это очень страдаю говорю всем правду все-таки фу ты чё так можно фу таким быть да да тени стыдно и что человек в ответ ну разные бывают ситуации влипаю ну что делать ну так такая а что самое такое интересное во что влипла можешь рассказать из-за того что сказала правду не знаю надо вспомнить коноплев может ты помнишь этот вряд ли забудет замуж на зло или что самая самая большая неприятность которая попадала моего мужа то есть ты ему сказала правду и поэтому тебе же я ему сказал ну ты же понимаешь что ты должен на мне жениться вот и ну как еще с ними почему должен был понимать прости конечно именно он видимо может что-то недопонимал мужчин с этим не очень поэтому я объяснила что он должен на мне жениться и он чего тебе ответил на это а что он мог мне ответить да бог его знает может быть тоже честный человек он честно сказал я боюсь но но страх был и сколько времени он уже все это терпит ой очень долго больше чем наша группа спасибо ему большое что он действительно ну да в любом случае наверное ты должна быть ему за это благодарна как я понимаю скажи пожалуйста если уж мы говорим действительно а творческой части жизни о текстах на музыке я теперь понимаю в каком состоянии все это происходит вне музыки ты чем занимаешься сложно сказать музыка вся моя жизнь на самом деле я училка не знаю насколько это заметно чему учишь учу жизни английскому языку я учу вот откуда да пользу случаем хочу передать перед моим ученикам если кто-то какой-то нелепой случайности меня смотрит вообще я конечно скрываю от учеников что я играю в группе да ладно да к вопросу о честности вот это странный подход действительно скрываешь потому что тебе неловко в этом признаться тебе стыдно мы пришли на репетицию это было очень давно тогда озма гораздо сильнее скрывала то что она играла в группе играла играет ну она скрывала что играла тогда а у нее очень творческие ученики у которых была своя рок-группа и они репетировали в соседней комнате и мы значит на цыпочках прибирались в комнату очень тихо играли и минут за двадцать до конца репетиционного сета на цыпочках выходили из комнаты чтобы нас не увидели ученики а вы честное самое смешное что этот ученик пришел ко мне на концерт две недели назад я была очень рада его видеть и очень удивлена как он узнал если скрываешь бы круг замкнулся я не знаю как он узнал это вселенная послала его на конце а что за ученики то я понимаю что это не школа это в частном порядке школа очень странная интересная школа необычная что необычного вальдорфская школа у нас очень творческая атмосфера там вальдорфская все играют на инструментах все поют танцуют прости я не очень я это немецкая система не будем углубляться но нет как то не будем ничего себе нормально произнесла сейчас вальдорф а где эта школа вальдорфская она у нас москве это школа которую открыли немцы типа того а почему тогда ты учишь английскому там у нас немецкий английский с первого класса но это как лицей я так понимаю нет это школа такая необычная необычно а в чем необычность но вот в таком вот творческом уклоне а то есть главная задача не только детей обучить обычным предметом я имею ввиду а еще и какой-то творчество а что тогда музыка до не столько не только и не столько не столько там там все первоклассники играют на флейтах например на блок все все просто это обязательно предмет флейта Да, обязательно предмет, бедные дети так. С третьего класса они выбирают себе инструмент любой. После флейты, по-моему, они будут счастливы в любом инструменте. Ну, а дальше-то как они разбираются с инструментами? Ну, дальше им рассказывают, показывают. На самом деле, я вот точно так же погрузилась в эту атмосферу музыкальной школы. Ну, как бы не музыкальной школы, а нашего творческого процесса. Я так стала играть на виолончели. Я увидела виолончели, я её услышала там, в школе. Я смогла попробовать. А до этого никогда не играла? Никогда не играла и заиграла, потому что это самый лучший инструмент в мире. А почему тогда ты играешь на клавишах? Потому что я с детства учусь играть на клавишах, а на виолончели не учусь в детстве. На виолончели. Я понял, не знал никогда о существовании подобной школы. Она единственная такая, да, в Москве? Их несколько. У нас государственная, она одна. Есть несколько частных ещё. Круто. Вот это надо поизучать тему. Это просто интересно даже. Да, она классная. А сколько существует такая школа? Выпускники есть уже? Да, есть. Уже 25 лет в школе. Наверное, 30 уже сейчас. Обалдеть. Я никогда об этом не слышал. А что делают тогда выпускники после всего? Они остаются с музыкой? Или это для них как увлечение, как хобби? По-разному. Кто-то до сих пор поёт в хоре, даже когда они выпускаются. Они приходят в школу, поют в хоре. Там потрясающий хор. Играют на инструментах. Но творческая атмосфера, она продолжает жить. Люди, даже если они поступили на экономистов, или ещё чем-то занялись с отрывом от музыки, всё равно они продолжают это к себе взращиваться. То есть всё это неспроста. Это же такие корни имеют. Ну, это очень круто, правда. Это без иронии очень круто. Я не знал, правда, не стесняюсь в этом признаться, что мимо меня это прошло. Я не знал, что такие школы существуют. Вот заодно бесплатная реклама в Альдорфской школе. Сейчас все повалят. Замечательно. А было бы хорошо, если бы детей действительно с самого детства обучали музыке. Что в этом плохого-то? Такие вещи надо рекламировать. Ну, что дальше будет? Какая песня? Дальше будет песенка про бабушку, которая объелась случайно ЛСД. Это говорит педагог в Альдорфской школе. В данном случае... Теперь вы понимаете, почему я не опишу. Комментариев я после этого давать никаких не буду. Как называется, прости, песня? Как всегда, живой звук в программе. Живой здесь сегодня, Эпсен Сандэй. Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 к микрофону я уже буду говорить и это правда плохо говорить что команда играет в каком-то жанре просто когда мы начали это дело шесть лет назад ничего подобного не было финского металла финского металла нет финского было много металла дар кабары не нашли да и соответственно нам показалось интересным развить шанр которого нету чем развивать жанры которые уже нельзя развить которые уже развивают другие люди понял понял вот здесь та же самая валентина голос коноплева словно елей спрашиваете его почаще а про школу не интересно она просто училка пишет тоже училка в курсе кто это я понял а вы знаете что озма не только имя принцессы страны озза но и один из первых космических экспериментов носите начатый астрономами видимо астрономов коренского университета в 60-м году то есть ты знал об этом да да конечно то есть тебя понесло эту сторону не случайно уж совсем то юнг это только часть это только одна прослойка я так понимаю круто надо копаться надо врезаться глубже давайте закончим час часто закончился уже практически только песня одна осталась чтобы его завершить и дальше на пять минут мы вас из студии выпустим потом загоним снова на целый час что будет за песня трансформация кстати по юнгу как всегда живой звук программе живые здесь сегодня эпсен сандой погнали а и а и Продолжение следует... 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 нет ну про красивого коноплева у нас есть один красивый сомов человек которого так и называют а вот теперь еще есть красивый коноплев до более того они это делают не у нас за спиной они это делают прямо перед сценой то есть они вас перекрывают такими сцене отвлекая внимание это кому что больше нравится кто любит больше музыкантов тот смотрит на нас кто любит больше кто визуал короче пожалуйста все сенсорные восприятия будут удовлетворены удовлетворены сложные слова я я понял да я я понял тебя в любом случае ты только сказал у да я уже понял о чем речь скажи пожалуйста нет осмы нагады на вы скрыта а идея создания вот такого коллектива это чья была идея ваша но надо было найти еще таких же немножко шипсданутых музыкантов пардон надо было для того чтобы это состоялось ведь это такая история что но что делать нужно что делать это же нормально ну чего это комплимент что-то ну что это комплимент да так вот как вы их искали вот этих людей где на самом деле я нашла очень банально свой состав людей это я подвесила объявление music forums и как ни странно пришел первый коноплев и какое-то время мы с ним только пили пиво и что-то тринчали невнятное но это были такие на зарисовке будущей группы потом к нам пришел барабанщик опять же по объявлению и потом к нам буквально с разницы в неделю пришли две скрипачки и ну это был невозможный выбор между скрипачкой и скрипачкой и мы взяли их обеих в группу как что-то где же да и у нас соответственно составе были две скрипачки но потом со временем этот состав у нас развалился и мы опять набрали барабанщика и опять набрали скрипачку и уже это уже совсем другая история может они сами расскажут а то что мы действительно отдуваем то есть по сути дела ты и коноплев это вот отцы и истоков отцы и матери тогда людмила расскажи пожалуйста и раз уж ты по объявлению что тебя так вот в этой музыке привлекло объявление она не по объявлению на поблату это наверное моя внутренняя такая бешеная магнитом меня приманила скрипачка моя вот внутри в душе которая сидит который хочет солировать больше чем это возможно в оркестре например вот и так как я в обычной жизни тоже училка тоже учил да да есть у меня тоже темная сторона и почему ты учишь ну я работаю в английском детском саду и учу детей английскому тоже английский язык да да как же вас так судьба цвела не знаю это мне кажется вот подобное притягивает подобное и так далее и сколько времени ты уже я уже если не ошибаюсь практически год здесь партии так и не выучила вот но ничего на самом деле у меня большой тоже к фрейдом к юнгом комплекс перед предыдущими участниками данного коллектива потому что я просто восхищена александры и шурой которая записывала партии скрипки в данном альбоме это просто сумасшедший какой-то поток энергии и очень надеюсь что когда-нибудь наведет доведется познакомиться все таки вот там что это замечать ты имеешь альбомные версии да 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 альбомные версии скрипки хорошо но тогда мне осталось теперь выяснить час секундочку мы до барабанщика тоже беремся я куку на плёта не спросил ким он работал тоже учитель учитель жизни просто не интересно уж раз две училки так тем по тем почти еще две училки английского кто же александр то у нас я инженер чего по ремонту металлообрабатывающего оборудования металлообрабатывающие оборудование то есть это всяческие станки станки это всяческие дрели и финский металл и финский металл металлист-электрик у нас я понял ну тогда у сергей надо попытать теперь музыкальное образование есть какое-то не понял спасибо большое ну а чем занимаешься помимо музыки серёжа не надо про работу хотя бы чем занимается менеджер по логистике все менеджер по логистике теперь это так называется оставляет всякие товары и продукты на полках о нет подожди секундочку я хочу его зацепить за больной он теперь называется менеджер ну какие твои обязанности расскажи каковы вернее есть некий груз который надо возить вот и я занимаюсь поиском автомобилей который будет это груз водить вот такие меня это сильно вкратце таки меня обязанности то есть ты возишь какие грузы 0 или те автомобили, которые ты находишь, это продукт питания. Это шоколад. Шоколад. Вот об этом надо с самого начала сказать. Ты занимаешься шоколадом. Выставщик радости. Шоколадом. То есть ты разводишь шоколад по всему миру, по всей стране, по Москве. По Москве и Московской области. По Москве и Московской области. Мы вообще по всему миру доставляем, но это неважно. Круто. Сладкая профессия у человека в коллекции. Это, пожалуй, логистика, это и мое образование, собственно. А барабаны — это такое хобби, которое... почему-то стало очень большой частью моей жизни. — Ну, видимо, не случайно. — Я надеюсь. — Видимо, не случайно, потому что в таком коллективе ничего случайного не бывает. Ну, прежде чем... Спасибо большое. Прежде чем вы исправите следующую песню, друзья мои, вот тут я не могу не зачитать сообщение от Зигбак. Так зовется человек. Голос-то неплохой, даже отличный, но вот сам стиль музыки, жанр которого я понять не могу, вызывает у меня какой-то первобытный страх. Эти песни очень хорошо вписались бы в серию Silent Hill, и все были бы в восторге. Человек честно признается в том, что испытывает некий, я бы сказал, первобытный ужас от того, что слышит. Этого вы и добиваетесь, я так понимаю. Безусловно. Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Благодарный панк». После бабушки СЛСД, в принципе, мне нечем удивляться больше. Epsom Sunday — так называется команда, которая здесь сегодня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 к себе. Ну и нашел случайно группу Пап Сэнс Андрей, наверное, их на прогрессе какой-то или услышал, или увидел во встречу ВКонтактике. И смотрю там, а там у них разные самые были подписи у фамилии в группе. Кто-то отвечал за беспорядочные связи, кто-то еще за что. И, по-моему, за беспорядочные связи отвечал как раз Коноплев, басист, как выяснилось. И я ему писал, привет, хочешь записаться? У меня на студию. Не хочешь ли ты беспорядочных связей? Именно. Но на студии за деньги, и в результате которого родятся какие-то записи. А Коноплев говорит... Я говорю, с тобой волосатый за деньги беспорядочных связей я не хочу. На самом деле он сказал другое. Я кидаю ссылку на студию. Говорю, вот в студии. Он говорит, да, я знаю, мы там репетируем. Я говорю, ну, конечно, на улице, правда, очень много студий, репетиционных бас, там все знают. Он отвечает, нет, я прямо у тебя на студии репетирую. Да, просто не совсем моя студия, и группе Коноплева, восхитительной, тяжелой, далекой от финского металла, но близкой к металлу вообще. Эта группа репетировала как раз на студии. Какая-то другая группа? Да, другая, не мы. Другая группа Коноплева. У Коноплева была... Я сейчас не лишнего наболтал. Ничего? Можно говорить, что у тебя была еще одна группа? Теперь уже говори. Но теперь ее уже нет, и про нее можно говорить только хорошее. Понятно. Ну, в общем, есть место, есть точка, есть где заниматься творчеством. А как много времени, вот если иметь в виду время, которое ты уделяешь жизни собственной, как много времени уделяется именно музыке, репетициям, сочинительству, аранжировкам, концертам, песням, вот так вот пришли, поиграли. Ну, два часа здесь, конечно, это не два часа, гораздо больше. Пока приехали, пока почекались. Сколько же времени-то на это уходит? Много, я не знаю. Просто вся жизнь, на самом деле, вертится. А школа? Там же ведь от сих до сих, как хочешь. Школа тоже, да, совершенно поглощает, поэтому я долгое время как бы разрывалась сплиттинг-то. Но сейчас я в декретном отпуске, слава богу, и ты немножко поспокойнее. Конечно, я всё равно разрываюсь между ребёнком теперь и группой. Сколько времени ребёнку? Сколько времени? Год и два месяца. Мальчик, девочка? Девочка. Как зовут? Катюша. Слушает эфир сегодня? В честь Кейт Буш, я её назвала. Да, слушает эфир сегодня малая Кейт Буш? Надеюсь, Кейт Буш, джинниор. В пользу случаях хочу передать привет. Ну, передай, если хочешь, передавай, конечно. Передавай. Ай, молодец. Ну, ещё раз надо подчеркнуть, я считаю, что коллектив, который здесь сегодня, Absent Sunday, я сейчас без иронии говорю, это как раз вот те люди, музыканты, которые занимаются подобной музыкой, это те люди, которые отвлечены от мира и оторваны от общей нормальной реальности совершенно. Это без иронии. Просто потому, что они делают действительно глубокое, серьёзное, большое дело. Музыка, которой они занимаются, она даёт людям, ну, подпитывает людей очень серьёзно эмоционально. Если люди разумные, если люди мыслящие, если люди не ждущие, как говорят, там, трёх аккордов. Хотя и три аккорда ведь можно играть так изящно и красиво, что кажется, что их там 38, а не три. Что дальше по программе-то? Дальше вальс. Так и называется вальс? Вальс под названием «Дено». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Эпсент Сандэй». Поехали. Дальше вальс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что касается алкогольного Не воспитывает и не воспитывает Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 и она нарисовала всю эту фантасмагорию здесь и собственно говоря выразила в трех домах задумку нашу нашу с юнгом задумку экстравершен интеравершен и первершен вот всем рекомендую купить диск и разглядывать просто его можно часами а девочка это понимаю график да я на художник учится она реставратор реставратор потому что я издалека увидел картинку пока близко не смотрел скорее это графическая графическая какая-то да все вижу да ярко ярко вот это надо действительно видеть кстати сказать судя по всему она еще не успела видимо закон может быть школу до закончила художественную понятно строганов нет но судя по штриху и судя по ну просто наши тоже строганов видно по стилистике это очень крутое место и замечательно что у вас есть такой художник а кстати это был такой эксперимент разовый или она будет дальше продолжать я надеюсь что она будет с нами сотрудничать обложка ко второму альбому уже нарисована не ей хотя он еще не записан альбом но да надеюсь что машенька еще с нами посотрудничает я думаю что у нас впереди много альбом а скажи честно и пятерки вот за это ставила или она действительно хорошо и скажем так грамотно разбирается в твоем предмете она честно призналась что она плохо знала английский потому что она на уроках только могла сидеть и смотреть на меня ничего не понимала как только у нее появилась другая учительница она выучила английский у нее все хорошо а то есть избивала ее с пути истину ну ничего зато девочка хороший художник давайте пить дальше что это за песня а сейчас будет наш сингл с первого альбома второй сингл под названием lost как всегда живой звук программе живые absent sunday здесь сегодня поехали а Продолжение следует... 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 Как джемы такие джазовые Приджазованные И, собственно говоря, партии Да и у барабанов, между прочим, мелькает какая-то такая Фьюжн-манера Это очень круто Это, правда, по-настоящему хорошо Вы же понимаете, что... Вы, наверное, не понимаете Вы просто на это не обращаете внимания Вы как дышите, вы живете этим И особо не вдумываетесь Но то, что вы делаете, на мой взгляд Ну, это очень круто, правда На самом деле мы, в принципе, ратуем за смешение стилю То есть дарк-кабаре — это такая абстрактная выиска Под которую может оказаться все, что угодно вообще И мы активно этим пользуемся Молодцы, правильно делаете Знаешь что, скажи-ка, пожалуйста Две песни у вас остались, правильно? Да, да Последняя, которая запланирована, сколько она по времени? Ну, не знаю, минутки... Не, наверное Короткая прям совсем Они обе не очень длинные, но тем не менее Ну, сколько это не очень длинные? Две минуты? Ну, минуты три Три-четыре примерно, да? Хорошо, просто нужно понимать, во сколько нам нужно выйти на песню Обычно мы тоже завершаем программу песней А пока, наверное, чтобы уже я просто не маялся с просчетами Сыграть что-то еще А дальше уже будет понятно, сколько у нас времени остается на финальную часть эфира сегодняшняя Я хотела сказать про вот эту последнюю часть, про эти две песни Что мы подходим, собственно говоря, к финальной части нашего альбома Под названием Perversion Что переводится как извращение И, соответственно, туда вошло наше видение Извращенное, безусловно Музыки, которую мы любим, слушаем Которую почему-то мы захотели сыграть в нашем кабаре Вот, и вещи, которые мы сейчас будем играть, они в альбом не вошли То есть там другие кавера То есть извращениями вы балуетесь Да, извращения не знают границ Вот, а сейчас мы сыграем песню нашего замечательного друга Который поучаствовал в записи альбома Это Дмитрий Липинский И его песня настолько вообще органично вошла в наш репертуар Что мы ее как родную воспринимаем и не можем перестать играть Как называется она? Песню Марципан, как пирожочек Да, понятно Как всегда, живой звук в программе живой Эпсент Сандэй Погнали Погнали Ум. Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извращеннейшая песня Извращеннейшая Это как комплимент Я сейчас родил еще один Раз уж это извращение, то почему, собственно говоря, это не подчеркнуть Послушайте Вот любопытно мне стало Вот еще какую тему затронуть Сегодня вы на радио часто играете живьем? Регулярно, почти каждый день Мы играем на радио Замечательно, я так и подумал Сегодня у вас некий дебют Дебют живого выступления на радио Скажем, какие-то эксперименты Я имею ввиду приглашение На какие-либо радиостанции в качестве интервьюера Например, поговорить были уже? Вашу музыку кто-то заметил? На вас кто-то обратил внимание? Кто-то обратил Эквилибриум брали у нас интервью Спасибо Спасибо за это Еще замечательный человек Под именем Майк Накойхер Марк Накойхер Ну, Марк Накойхер, это известный человек Да, он известен в узких музыкальных кругах Он ходит на какие-то безумные концерты Никому неизвестных исполнителей И потом пишет про это Очень интересно Пишет про это Накойхер? Да, и он взял у меня тоже однажды интервью Очень странный человек Накойхер Нет, но это на самом деле очень круто Вот по-настоящему, если уж там без... Это очень креативно, да? Накойхер взял интервью Нет, просто для того, чтобы ознакомить с публикой Я понимаю, Накойхер взял интервью Да, вот и я в том же Да, как вас зовут? Первый вопрос вообще А вас, А вас, Иван, да нет Накойхер он взял интервью Да, это очень круто Действительно не забудешь никогда, мне кажется Такого рода интервью Что еще было? Вот, ну, как-то... На самом деле мы Сами делаем себе интервью Просто недавно мы снимали ролик Посвященный Дарк Барре Мы как пропагандисты жанра Толкаем его массу Всем рассказывают, что такое Дарк Барре А то все падают в обморок Когда это слышат Одна девушка так шарахлась От меня, когда я давала флайер Что она ударилась головой об стену Ну, в общем, мы агрессивно, да Призываем людей приходить на наши концерты Слушать нашу музыку Иногда бывают травмы Вот И, в общем, про что я хотела сказать Что у нас Дарк Барре фестиваль 21 апреля Где жанр раскроется во всей красе Приходите, пожалуйста Послушайте, посмотрите Там будет не только музыка Там будут шоу Какие-то там Клоуны, уроды, еще что-то Я не знаю Вот самое забавное Что после упоминания фамилии Накойхер Товарищ с ником Боброкроль написал Теперь понятно, почему они поют Не поют, вернее, на русском Какая связь Товарищ Накойхера Языков, которыми пользуются музыканты В данном случае Мы не придумали Накойхера Это реальный человек Ну, вы знаете просто А слушатели могут не знать Это не то интервью, которое мы сами себе дали Это действительно существующий человек Ну, реальный человек Я знаю прекрасно эту фамилию Она достаточно распространенная Кстати, в среде В среде определенной Про песню писал Это же он писал про песню Правильно? Про извращение Нет, я не знаю, что он писал Он, наверное, писал стихи Ну, понятно Смотри У нас, правда, осталось совсем чуточку времени Буквально немножко поболтать И закончить программу сегодня Вот если уж действительно сейчас По следам Я этот вопрос никому еще пока не задавал Или, может быть, когда-то однажды За все время сочетания программы Кому-то мне пришло в голову Кого-то об этом спросить Вот скажи мне Твои ощущения Во-первых Первый раз, когда эфир сорвался По уважительной причине Без претензий И сейчас, когда эфир состоялся уже практически Тогда готовились Как перед прыжком не получилось Сегодня все сложилось Слава Богу И вот эти два часа прошли Что ты испытывала или испытываешь сейчас? Пролетели незаметно Спасибо, это приятно Но я имею в виду другие ощущения Что ты, как человек творческий Как музыкант Как личность Как педагог Как мама Как жена Я не знаю Как человек с большой буквы Брать такого Талантливого человека Что ты испытываешь? С одной стороны Я, конечно же, рада Что нас Имеет возможность слушать Многие люди И познакомиться с нашим творчеством И там уже народ Здесь 50 человек вступило в нашу группу С другой стороны Это очень странное ощущение Потому что На концерте Я люблю видеть людей И взаимодействовать И я привыкла их Накрывать шквалом эмоций И видеть их реакцию Кто-то не смотрит на меня Это не важно Все равно мне важно Вот это взаимодействие чувствовать И Ник Киев, кстати, про это говорил тоже Что у него разыгрывается психодрама С первым рядом слушателей С теми, кого он видит До кого он может своей энергетикой добить Вот непосредственно И вот этого мне сейчас очень не хватает Куда обращаться Ну, тем не менее Тебе удается очень неплохо Это имитирует Если действительно В данном случае ты это показываешь И проявляешь Как же это выглядит на концерте Вот интересно Это совершенно, видимо, непробиваемая Секрет в том Что сейчас она обращается к нам Перед ней мы И накрывает она нас Что бывает редко Вот уже накрыла коноплева Что бывает редко Ну, в общем Наверное, уже будем подбираться к финалу Я вот что хочу вам сказать Уже совершенно без иронии Без какой-то там Игры, которую мы Спасибо, что поддержала, кстати, ту игру Которую я затеял с самого начала Чувственный ты человек Очень хорошо чувствуешь Окружающее пространство Это приятно Вы делаете, на мой взгляд Сложную Но очень важную работу Если иметь в виду музыку Да, если называть это работой Частью жизни Потому что вот реально Тут у меня был эпизод один Не один Но вот один из эпизодов Признаюсь честно Да, я ищу для радиостанции Инвесторов Соинвесторов Потому что я ее основной инвестор Да, но тем не менее Нужны средства для продвижения И вот встречаются люди Они-то как по объявлению Да, размещаешь объявление О том, что хочешь продать Часть бизнеса Ну, как партнерские отношения Приходят некоторые люди Готовые быть инвесторами Ну, у нас в стране вообще Инвестор странный пошел Он, наверное, такой и был Просто я не знал об этом Он хочет вложить сегодня А через полгода получить Да еще и с прибылью Что-то вот это ждать Три года Лучше я пойду вложу куда-нибудь Люди шаурму делают Это быстрее даст обратку Ну, не понимают они, что Творческие процессы Радио это тоже, в общем, несколько не шаурма Другое Вот был один эпизод Когда человек долго думал Долго слушал радио Вот он как-то ответственно отнесся Желая понять, во что он мог бы Вложить свои средства Слушал Какое-то время спустя Я вышел с ним на связь Говорю, ну что Ну что, ты можешь сказать Время-то уходит Мне нужно понимать Да или нет Готовы ли вы сотрудничество Человек написал мне Ну, если не полотно То полполотна В котором предъявил не то что претензии А предложил изменения Для того, чтобы все было вообще круто Во-первых, написал он К вам в эфир должны приходить медийные люди Как можно больше медийных людей На мой вопрос, кого вы имеете в виду Он стал перечислять всех тех Кого мы видим на телеканалах Российской Федерации Поющими Ну, якобы чаще всего поющими И вообще я бы вам порекомендовал Изменить формат Надо менять формат Я спрашиваю, а что вы имеете в виду Говорит, ну как Вы не понимаете У вас действительно много хорошей Но очень элитарной музыки Звучит в вашей ротации Это музыка для неширокого круга людей Я спросил его Ну, уже в прямую Вы имеете в виду кого? Билана? Киркорова? Он ответил, да, почему нет? У них есть масса хороших песен В общем, господа инвесторы Или господа желающие Как-то сотрудничать с музыкантами И творческими людьми На основании того, что сегодня происходило в эфире Вот этим людям-то тоже нужен Кто-то, кто бы мог их как-то продвигать Если уж вы готовы ввязываться в подобные истории То свое мнение по вопросу творчества Или по вопросу изменений каких-то творческих Лучше оставьте при себе Потому что это, правда, бывает очень смешно Вот по-настоящему смешно Желаю вам, ребятки, найти свой финансовый, как бы сказать, ручей Который потом перерастет в реку и в океан Вам тоже Спасибо Чтобы ваше творчество не остановилось Чтобы вы не бросили этого всего Было бы очень жалко и обидно Если вы это все оставите как будто бы в прошлом Этому надо давать возможность развиваться Вон, группа бобры живет сколько лет И живет, и счастливо себя чувствует Но, правда, у них другая музыка Завтра мы ее наслушаемся В избытке Это я в качестве анонса завтрашнего эфира А Эпсен Сандэ сегодня попрощается Песней, которая называется Извращенная, я понял Извращенная, да Песня извращенная Это тоже кавер Извращенный Про стриптиз И потупила глазки Всем до завтра Будьте счастливы Поехали Песня Будьте счастливы Будьте счастливы Будьте счастливы Будьте счастливы Будьте счастливы Будьте счастливы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ЖИВЫЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА